Разрушенные автовокзалы, поврежденные дома – это последствия обстрелов украинского славянской российской армии этой ночью. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Российские оккупанты бьют по городу практически каждый день. Накануне выпустили несколько ракет по жилому массиву. Пострадало несколько домов, один человек ранен. Несколько районов остались без света. А это уже Краматорск. Два человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате ракетного удара, который нанесла по городу российская армия. Два частных дома просто сравнялись с землей. Поврежден еще 21. Приготовила кофе. Думаю, пойду воды еще наберу. И я вот так сразу села. Слышу, меня по голове что-то ударило. Вот такой цыглинный хороший. И упал водонагрев. Если бы он упал на меня, меня б не было. За прошедшие сутки российские войска убили шестерых мирных жителей Донецкой области. Еще 15 получили ранения. Россияне продолжают обстреливать и бомбить города Донбасса. Сегодня утром враг нанес авиаудар по селу Красногоровка в Очеритинской общине. К счастью, обошлось без пострадавших. В Мариинской общине продолжаются артобстрелы города Красногоровка. В двух домах загорелся пожар. В Северске прямым ударом поврежден Центр предоставления социальных услуг. Без пострадавших. Павел Кириленко, глава Донецкой областной военной администрации. Ракетами С-300 ударили российские войска по Харькову. Попали в учебное заведение. Там начался масштабный пожар. Чтобы его ликвидировать, понадобилось 18 единиц спецтехники и более 100 спасателей. По училищу выпустили аж три ракеты, предположительно С-300. Центральный корпус уничтожен. Пожар был крупный, но наши спасатели справились, за что им огромное спасибо. Второй прилет в районе Холодной горы пришелся в землю. Никто не пострадал, ничего не разрушено. Только стекла в близлежащих домах повылетали. Из реактивных систем залпового огня торнадо С ударили российские войска по Николаеву, обстреляли спальный район города, повредили несколько многоэтажек, в домах повылетали окна. По предварительной информации, ранены шесть человек, один погиб. Одна из ракет, которые российские войска выпустили по городу, упала на детскую площадку, приземлилась прямо возле горки, разрушив при этом часть ограждения площадки. Пострадали дома в двух районах города. У них выбиты окна, двери, разрушены балконы. Полный объем повреждений устанавливают специалисты администрации районов и департамента ЖКХ. Предварительно известно, что один человек погиб, шесть получили ранения. Александр Сенькевич, городской глава Николаева. Около 80 снарядов выпустили российские войска по Днепропетровской области, ударили по Красногригорьевской общине и Некополе повредили несколько зданий и линию электроснабжения. «Повреждено 15 жилых домов, один разрушен, повреждено частное предприятие, были пожары, они уже ликвидированы. К счастью, на данный момент пострадавших нет. Хочу обратить внимание на то, что все специалисты работают. Имеются повреждения электрической системы». Шумно было этой ночью и в оккупированном российскими войсками «Энергодаре». Взрывы прогремели возле гостиницы, в которой живут российские оккупанты. По словам местных властей, было уничтожено несколько единиц российской военной техники. Также в соцсетях появилось видео масштабного пожара во временно оккупированном Алчевске Луганской области. По предварительной информации, это горит очередной склад с боеприпасами противника. Семь ударов по российским оккупантам нанесла украинская авиация за прошедшие сутки. В Херсонской области по скоплению техники противника, а в Николаевской уничтожили склад боеприпасов. «По результатам работы наших ракетно-артиллерийских подразделений подтверждено огневое поражение пункта управления батальонной тактической группы 34-й отдельной мотострелковой бригады расистов в Брусникино. Результаты огневого контроля основных транспортных путей на оккупированных территориях свидетельствуют, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно». Марьяна Кречет. Специально для информационного марафона Freedom. Телеканал UA.